Совершенно очевидно, что принятие вот такого решения без детальной его правовой экспертизы и проработки, оно не допустимо. Мы вот это решение увидели, ну, буквально 20-30 минут назад. Мы свое заключение по нему дадим и выскажем, но на первый взгляд, то, что представлено, закон не соответствует. Решение судебного, вступившего в законную силу о том, чтобы передать имущество муниципально-наказанным хозяйственным въездам, его нет. Единственные правовые основания, которые законом предусмотрены после передачи имущества в теплосеть, это включение его в конкурсную массу и реализация. Ничего другого там нет. И говорить о том, что там будут какие-то механизмы с достоверностью, никто сейчас не сможет. Оценка этого имущества в настоящее время тоже не проведена рыночная. И что вы передаете, совершенно непонятно, с какой стоимость. Наша позиция, что это решение без детальной правовой проработки экспертизы принимает до сегодня нигде. Дмитрий Алексеевич, у меня буквально, извините, но короткий вопрос. Значит, ненахождение имущества в хозяйственном виде в муниципальном унитарном предприятии является нарушением закона о муниципальных унитарных предприятиях. Это раз. И закон о банкротстве, это два. Я прав или не прав? Дмитрий Алексеевич, имущество передается в муниципальное предприятие в муниципальном унитарном для осуществления этим предприятиям деятельности, для которой оно создано. В настоящее время предприятие находится в конкурсном производстве. Не просто в какой-то стадии банкротства, а в конкурсном производстве. Конкурсное производство предполагает, по общему правилу, прекращение деятельности и реализации всех активов и раздачи долгов. Поэтому, для чего передавать имущество предприятия на сегодня, не совсем будет. Дмитрий Алексеевич, я правильно понимаю, вы стоите, я тоже в стороне. Вы можете принять, откуда вы вопрос? Это не принять, значит, это вопрос. Это вопрос. Значит, Игорь Евгеньевич, Игорь Евгеньевич, все. Есть неглазин. Дмитрий Алексеевич, у меня еще вопрос такой. Я правильно понимаю вас и очень внимательно следил за тем, вы говорите. Ваше основание признать данное решение сегодня незаконным. Все-таки основным вашим доводом является то, что до сих пор не принято решение в суде? Основной довод, что это решение подлежит тщательной правовой экспертизе, правильной правой. Это основной довод. А когда только внесли? Ну только внесли. Мы внесли этого решения. Извините, но я все-таки более конкретно. Алексей, я сейчас еще раз такой дозвижный. Я прошу прощения, а вы в курсе, что в 2008 году после решения Совета Депутатов о выводе из хозведения припустил, первое, кто обжаловал это решение, это была прокуратура. Так прокуратура обжаловала данное решение. А в 2008 году просто суд отказал. И прокуратура не стала подавать импуляцию и так далее. Решения суда, вступившие в силу, они обязательно исполнились. Это да, согласно, конечно. Прокуратура так дала. Спасибо за решение. Что касается ответственности? Ответственность каждый несет свое. Глава свою, депутаты свою. Что касается оценки проекта решения накануне его принятия, я не знаю, прокуратура оценивает проекты решения или принятые решения. Прокуратура обеспечивает соблюдение законности или предсказывает по такому пути вас соблюдение. Спасибо. Спасибо.